Меня зовут Лера, я заместитель директора компании «Литвин Кристик», и сегодня я прилетела для вас в Албанию. Будем смотреть эту замечательную страну вместе, все вам буду рассказывать, комментировать и показывать. Смотрите, пожалуйста, наше видео, ставьте лайки. В отель «Алли Резиденция» Лера, это вторая береговая линия, пляж через дорогу. Пляж, кстати, здесь мелко-галечный, отличается от самой Лера. О, как красиво, новенько все так. Работает, работает на завтраках. Пожалуйста, вот там вот не очень видно, но есть детская площадка. Да, я не знаю, я не знаю. А он мне у него зайчет. Как ты? Да. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вид тут, я хочу вам сказать, так себе, конечно, но есть балкончик. А если не смотреть вниз, то гора шикарная. Левковые деревья. Так. Номер абсолютно небольшой. Есть душевая кабина, приятно удивили. Все необходимое. Фен. Очень, кстати, милая. Даже корзина бельевая. А это какой? Маленький. Вот, это уже Твин. Если там был дабл, то это номер Твин. Уже немножко просторней. Кстати, я не вижу кондиционера. Есть нет. О, нашла кондиционер. Отлично, он есть. Потому что во Влёре отели сами не... Вот здесь частичный вид на море. Во Влёре многие отели не охлаждаются. Не многие, а все. Очень душно в своих отелях. Поэтому в номерах нужен кондиционер. Детская площадка. Отличненько. Балкон очень большой. В Твин. В тройном номере. Мако что у нас с холодильником? И холодильник у нас есть. Так, посмотрим в ванну. Отличная. такая же большая, как и в Дабле. Отель Abler Residence. Сейчас я вам покажу дорогу на пляж. Сколько она будет по протяженности у нас с вами занимать, если мы живем на второй береговой. Это очень близко, посмотрите. Вот он пляж. По факту. То есть вы вышли, а если вы живете вот в этом корпусе, то вы, в принципе, на первой береговой. Открытая терраса. Сейчас я вам покажу детскую площадку. Кстати, очень тоже хорошая детская площадка. Это... Я вам говорила, что на пляже была в предыдущем отеле одна из лучших. Здесь, извините меня за слово, шикардосская площадка. Мой бы ребенок был дико доволен. Здесь можно и полазить, и покататься. Посмотрите, и лужайка. Вон там футбольные ворота дальше. Фантастически. Сейчас мы с вами перейдем к пляжу. С учетом того, что я заходила смотреть детскую площадку, ну, дорога реально занимает мало времени. Буквально проходимся 150 метров. Ну, вот, смотрите, мы проехали совсем чуть-чуть. В предыдущем отеле у нас был мелкогалечный пляж. О чем... Ну, я вот сейчас не могу сказать, что прям он какого-то фантастического качества, если честно. Вот, есть небольшая, абсолютно небольшая пляжная зона. Я так думаю, что они к сезону доставят. Лежаки. Но пляж такой. Пляж. Вот еще и что-то будут насыпать, разравнивать. Вон там мужчина лежит просто на своем каком-то полотенчике. Но вот грязненько. Ребята, вы знаете, грязненько. Море красивое. К морю претензий нет. На лазурное. Ионика просто шикарное море. Я влюблена на долгие-долгие годы. Но вот грязь, стаканчики, конечно, туристы, да и местные жители, в принципе, не так уж и хорошо ухаживают за своими обочинами. Но в предыдущих отелях все пляжи были чистенькие-чистенькие. То есть вообще как-то претензий к этому даже не возникало. Но вот тут она есть. Кстати, вообще про обочины я хотела вам сказать, что когда едешь по дороге, обочины грязные. Напоминает немножко, когда мы ездим в Россию до Питера, тоже скапливаются кучки мусора. Но не албанцы над этим работают. То есть у них чистое жилища. Но вот, к сожалению, обочины немножко их подводят. Но сейчас они активно-активно работают. И стало гораздо тихо, поэтому мы говорим о нашей ГИДе. Резиденция. Сейчас я вам покажу второй корпус. Во втором корпусе у нас находится кухня. Здесь входят наши девчонки. Есть кухня, на которой можно готовить. сейчас мы с вами поднимаемся. Это мы прошлись по территории того же отеля. А, это номера апартаменты. Номера апартаменты. Я не так поняла нашего ГИДа. Это двухкомнатные. Это двухкомнатные номера, не апарты. По поводу двухкомнатного номера душ просто разочарование. Вспомните, да, какой был был в Дабли, в Твине. Ну, полочки это, конечно, всегда хорошо, но по сравнению просто масштабность в ванну, конечно, урезали. По вот этим номерам, которые я говорила, что они с кухней, мы уточнили этот момент. О, смотрите. мы пришли вообще в трехкомнатный номер. Это апартаменты с видом на море. это были апартаменты, а в этом году их реновировали, убрали кухню и сделали доп. комнату. И поэтому комнаты просто гигантские, огромные. ванна. ну, вот немножко, конечно, тут вот такая тема есть. Я поняла рючий. Немножко тоже что-то понималось. В принципе, не критично, но как-то брать на это внимание здесь. Просто трехкомнатный. огромные. Ну, здесь уже ванна. Ванна, скажем так, более адекватного размера. Не зря убрали кухню. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока!